Всем привет! Приветствую вас на моем канале! Сегодня я хочу показать вам, как можно раскрасить грибы в раскраске от Ханны Карлсон. Я буду раскрашивать их в одной из ее последних книг, у меня это сезоны, но так как у нее во всех раскрасках полно грибов, вы сможете сделать что-то похожее в любой, в принципе, из ее раскрасок. Для работы я использовала карандаши Prismacolor Premier, у меня этот набор из 150 штук. Кстати, не забывайте, что в настройках видео вы можете замедлить любую его часть и рассмотреть более подробно. Точно так же, как если захотите, вы можете также его и ускорить. Для начала мы определяемся с цветами, которые мы используем для шляпок, а также какие используем для ножек. Затем уже определяем источник освещения. У меня он находится приблизительно на моем месте, то есть спереди. С учетом этого я сразу решил, что грибы справа я буду затемнять с правой стороны, а левые, соответственно, слева. То есть получится, что в середине листа будет более освещено, чем то, что по краям. Шляпки начинаем раскрашивать с более светлого участка и постепенно переходим к более затемненным частям по краям. Так как шляпки у меня розово-фиолетового цвета, я использовала несколько промежуточных оттенков для получения более плавного, а также мягкого перехода. Важно не забывать, что шляпки имеют свою форму, а также объем и стараться с помощью теней подчеркнуть это все. У призм есть очень хороший белый карандаш, но в данном случае он слишком осветляет и для осветления шляпок гриба мне он в этом случае не подошел. Лучше просто в самом начале не закрашивать более светлые участки, оставлять их более светлыми и использовать очень светлый розовый оттенок. Ну и соответственно по краям более затемнять. Если же у вас есть призмы, то вы также знаете, что они оставляют проплешины. Кто не знает, это более белые, не закрашенные участки. И чтобы от них избавиться, нужно либо использовать блендер, либо же наносить столько слоев, что получается как будто бы полированная бумага. Хоть у призм, конечно, вы можете накладывать столько слоев, сколько вы хотите, но все равно они тогда очень быстро стачиваются. Поэтому совсем недавно я попробовала новый способ, может кому-то он пригодится. Вместо блендера можно также использовать карандаши марка Refine, либо же более твердые карандаши, которые у вас есть. Мне они вполне подошли для этих целей. Единственное, что нужно подобрать максимально похожие цвета, потому что немножечко все-таки пигмент остается поверх призм. Хотя я думала, что они на такую вот очень полированную даже бумагу, они не лягут. Но все-таки пигмент немножечко остается виден. Со шляпками, я думаю, все более-менее понятно. Для примера еще раз смотрю второй грибочек и там начнем наоборот продвигаться от темного фиолетового к светлому розовому. Также забыла сказать, что под светлыми участками на грибочках, на шляпках, я не знаю, как правильно их назвать, нужно немного затемнять. Так как они имеют более выпуклую форму и выступают над шляпкой, то они также отбрасывают небольшую тень. Только не нужно их вокруг обводить полностью темным карандашом, так как это уже будет не похоже на тень, а скорее будет обводка. И затем, когда мы уже будем их раскрашивать с той же самой стороны, мы будем также немножечко затемнять и снизу, для того, чтобы придать им более выпуклую и объемную форму. Субтитры сделал DimaTorzok Теперь приступаем к ножкам. Их я решила делать более натурального бежево-коричневого цвета. Для начала также намечаем более освещенные участки, а затем уже остальную часть закрашиваем более темным оттенком бежевого. Также не забываем затемнять те части, которые находятся под каким-либо участком, который над ним нависает. То есть сразу намечаем себе, где мы будем проставлять тени, чтобы просто их потом не забыть. Ну, с ножкой не особо сложно там справиться, она довольно-таки ровная. И главное не забыть затемнить ту часть грибочка, которая находится на заднем плане. Немножечко совсем затемняем, как будто бы у нас тень от передней ножки гриба падает на ту, которая находится более сзади. Далее приступаем уже к тому участку, который находится под шляпкой. Там очень много мелких деталей и выглядит она уже посложнее. Довольно сложно не забыть, что в каждом элементе нужно также оставить светлый участок, а также затемнить все теневые участки. Принцип у светлых и темных участков здесь тот же, что и у шляпок. На грибах слева правая часть светлее, левая темнее. На тех, что справа, все наоборот. Так как элементы маленькие и не особо значительные, кто-то может подумать, что их достаточно будет раскрасить одним цветом. Но нет, даже если уделять внимание каждой маленькой детальке в целом, работа будет смотреться только выигрышнее. Единственный недостаток у всего этого то, что увеличивается затрачиваемое время на одну картинку. Но мне кажется, что оно того стоит. Как видите, для теней на ножках я использовала темно-коричневый карандаш, так как черный в данном случае подойдет только для самых глубоких теней. Когда нужно прорисовать теневые участки на светлых предметах, то нужно стараться, чтобы тень смотрелась более плавным переходом. От совсем темной до средней и затем уже до совсем светлой. То есть тень не может быть темной на совсем светлом участке. Это будет не очень красиво смотреться. Очень часто я использую похожий цвет цветом самого предмета, чтобы сгладить переход от цвета тени и до светлого участка предмета. Например, рассмотрим ножку гриба. Тень у нас глубокая черная, затем она переходит в темно-коричневую, затем светло-коричневую и затем темно-бежевую, которая уже может перейти в светло-бежевый участок. По моему мнению, не очень красиво смотрится, когда черная тень переходит сразу в бежевый. Нужно ее немножечко более растянутой сделать, для того, чтобы она смотрелась более красиво. Конечно, на маленьких участках такого эффекта достичь намного сложнее, но это в принципе все равно возможно. Главное, чтобы не было такого, что у вас там практически белый какой-то участок, и на него ложится очень темная тень. Ее нужно хотя бы немножечко растушевать. Но я надеюсь, что смогла более-менее понятно вам объяснить и донести свою мысль. Если вы случайно затемнили какой-то участок более сильно, чем хотели, например, у меня это была сама ножка гриба, ее я сделала слишком уж бежевой. Для этого, для освещения я использовала белый карандаш из набора призма, он очень хорошо осветляет, и высветила те участки, которые мне хотелось видеть более светлыми. Также не забываем, что шляпка гриба имеет как бы такую округлую форму, если смотреть на нее сверху, и она отбрасывает тень на то, что находится под шляпкой. И обычно я делаю то, что в середине, ближе к ножке, под шляпкой более темным цветом и тенями, а то, что край, уже делаем более светлым, потому что на него как бы больше попадает освещение. Также вы можете сделать на правых грибочках, получается, с правой стороны более темный участок, сделать слева более светлый, ну и, соответственно, с левой стороны сделать все наоборот. И вот эти точки, которые на самом грибочке находятся, также несколько оттенков используем. Здесь я использовала светло-серые оттенки для того, чтобы показать более затемненные участки, в зависимости от моего источника освещения. Ну и белым карандашом немножко пририсовала те части, которые мне хотелось видеть более светлыми. Я сразу белой ручкой не прорабатываю эти все детали, поэтому это вы уже сможете увидеть немножко дальше. Мы с вами посмотрели, как я раскрасила грибочки, которые находятся с левой стороны. С правой стороны, в принципе, все то же самое. Здесь я еще больше ускорила видео для того, чтобы показать вам просто сам процесс, как это делается с немножко другим освещением с другой стороны. Но я не вижу смысла рассказывать вам опять все то же самое, поэтому я просто предлагаю вам, если вам интересно, посмотреть дальше это видео и посмотреть, как я делала остальные два грибочка. Ну, а если нет, то увидимся с вами в следующем видео. Я надеюсь, что вам нравится такой формат видео. Если это так, обязательно пишите в комментариях, ставьте свои лайки и обязательно подписывайтесь на канал. Увидимся с вами в следующем видео. Всем пока! Субтитры сделал DimaTorzok 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 DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok 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 DimaTorzok